приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегеты прежде всего скажем что о святых нельзя молчать ибо девин бог во святых его и в божья слава божья красота божье всемогущество познается именно через святых то есть через святых людей которые стяжали божьей благодать и даже божественное всемогущество оно тоже вот в силе святых его они были наделены божественной силы как сказано в псалтыре той да силы держава людям своим благословен бог и вот сегодня мы с вами вспоминаем преподобного имена великого отца который является наставником и духовном учителе а многих других вот святых отцов может увидеть как бы такую вот золотую цепь да которая состоит из таких драгоценных жемчужин и там и драгоценные металлы да ну образно говоря такая вот традиция а придание священное придание святоотеческого наследия с древних времен и в этой его драгоценной цепи там есть вот камушки разные величины маленькие большие то есть есть жемчужин есть какие-то невероятно дорогие драгоценные камни и вот среди них именно преподобный пимен великий он очень и очень выделялся потому что он наставник последующих святых отцов и на него многие опирались и вот даже можно вспомнить как святитель игнатий бренчанинов описывая свою юность он так говорил он еще был просто вот дмитрий бренчанинов и он говорит что я в детстве не имел кому открыть свое сердце и вот я взял в руки евангелия я взял в руки творение святых отцов потеряки святых отцов и он пишет так что на и святом евангелии для меня лежала пелена которая изредка приоткрывалась но вот пимены твои твои сисой и макарии открыли для меня удивительный чудный свет они помогли мне понять евангелие и через них я вот действительно обрел душевный покой то есть святитель игнатий бренчанинов он взяв руки древней потерейки познакомившись с духовным деланием древних отцов аскетов он смог правильно понять смысл евангелия а смысл евангельского духовного делания которым призван каждый из нас и вот он воспринял это всем своим сердцем и стал тем удивительным святым отцом да вот мы читаем тоже святителя игнатия вдохновляемся его сочинениями и вот а именно дух преподобного пимена великого он вдохновлял его да и многих других и многие такие вот прямо скажу в общем то уже известны вполне известные святотические изречения они восходят именно к преподобному пимену великому ну например он говорил что вот когда котел нагрет то на него не опустится ни одна муха да никакие паразиты там не прикоснуться к раскаленному котлу а если котел остыл да то на него всякие гады залазят и там всякая грязь и бактерии и то же самое наша душа когда мы горим пламенеем молитвы к богу когда у нас духовное трезвение и мы такой горячей молитвой обращаемся ко господу и не пребываем ну в таком как бы оскудение в уныне то искушение они минует нас а когда мы забываем духовное трезвение когда мы перестаем молиться и вот это горение оскудевает нас то тут же подкрадываются какие-то там унылые помыслы да мы охладеваем и потом всякие там искушения садятся на нас и всякая грязь наполняет нашу душу или вот он еще говорил что человек это тот кто познал самого себя то есть человек это не не как вот там антично учили ну даже немножко муристический человек это двуногое существо без перьев как там платон пошутил или там аристотель да а на самом деле человек это существо признаны к познанием но прежде всего к познать самого себя а что мы можем познать мы познаем свою греховность свою недостаточность без бога вот если брать именно святоотеческий путь и увидев это мы понимаем что мы не можем без врача без целителя без спасителя с большой буквы врача целителя и таковым является господь наш иисус христос и вот преподобный пимен он очень много пройдя сам лично этот путь об этом говорил и когда ученики спрашивали преподобного пимена вот какого каково правильное духовное делание и преподобный пимен говорит я подобен человеку который по шею находится в болоте да еще с бременем на плечах и выпию к богу помилуй меня то есть подвижник он созерцает вот то греховные повреждения человеческой природы которая вообще коснулась абсолютно всех он осознает свое недостоинство и из глубин души молится господу с покаянной молитвой и поэтому путь православной аскезы это именно путь покаянного делания который очищает душу приводит душу к смирению и такая душа обретает неизреченный покой неизреченную радость именно смиренной душе дается благодать божия и она вершит просто вот невероятные чудеса то есть это вот не путь такого самовозвеличивания до путем там каких-то медитации путем каких-то вот экстрасенсорных там саморазвития а это путь узрение в себе своей греховности очищение очищение через чего через приобщение покаянное приобщение благодати божий через молитву иисусова через покаянное моление к господу и тогда уже господь он сам прикасается твоей души сам очищая тебя и в этом смирении открывается удивительная духовная радость который ты можешь делиться с другими и наступает в сердце просто вот невероятная свобода но что касается конечно преподобного пимена великого то надо сказать что в древности не было написано какое-то подробное его житие и о жизни его мы узнаем именно из потеряковых записей из древнего потеряка из алфавитного потеряка там из скитского потеряка общем из тех первых таких вот апофтегма афоризмов которые записывались небольших таких свидетельств древних подвижников и что сам рассказывал преподобный пимен великий поэтому по крупицам можно кое-что собрать кое-какие сведения и из этого что мы видим ну да вот прежде всего что это за эпоха это четвертый пятый века по рождестве христовым когда как раз в египте стало процветать монашество когда египетские пустыни заселялись отцами аскетами и там вот молитвы восходили к богу и было очень много таких вот чудотворцев отцов пустынников которым которым открывались ну невероятные просто вот вещи там они по воде ходили да там исцеляли там больных и воскрешали мертвых но не в этом была суть их подвига а суть был в том что воскресли их собственные души освободившись от греха и вот ну примерно восстанавливается когда жил преподобный пимен вот как считается что он родился примерно вот триста сороковой год а умер в четыреста пятидесятом году представляете эту 110 лет он прожил такую удивительную жизнь наполненную подвигом причем он тянулся ко господу самых малых лет и сохранилось такое повествование что еще будучи ребенком он общался с преподобным павлом да я повторю это вот египет и сам он из родом из египтян преподобный пимен великий и вот он общался с преподобным павлом а тот был учеником пустынника преподобного паисия паисий который жил в уединении и вот однажды маленький пимен попросил преподобного павла чтобы он взял его с собой как старцу паисию до преподобному паисию и его не хотел брать при святой павел но потом говорит что вот мы же только предварительно предупредив да вот и изредка приходим чтобы не доставить лишнего какого-то там беспокойство старцу потому что предается всецелой молитве уединенному деланию ну а маленький пимен он говорит так что я хотя бы вот просто постою у дверей кельи и послушаю просто послушаю что он будет тебе говорить и этим я напитаю свою душу ну и преподобный павел ему уступил взял его с собой приходят они кельи святого паисия он заходит и только начинает говорить и преподобный паисий сам вдруг ему говорит а где же пимен заводи его скорее сюда и как только он его увидела тот еще маленький он его обнял он его благословил а потом наедине святой паисий да вот его кстати тоже называли паисий великий да вот он увидел пимена которого тоже назовут великим и он говорит святому павлу поверь мне что это дитя спасет многих и благодаря ему многие наследуют райские обители потому что с ним рука божия вот так вот в святой паисий великий заранее предсказал будущий жизненный путь пимена великого и вот рассматривая эти потеряковые записи из отдельных повествований мы узнаем удивительную вещь оказывается он не один пришел в монашескую пустыню в юном возрасте оказывается их было семь братьев представляете семь родных братьев а то есть видимо родители их воспитывали с детства благочестие семья была христианская и вот воодушевившись евангельскими заповедями и желая всецело посвятить себя господу они уходят в египетскую пустыню и поселяются в скиту а тут надо пояснить что скит это собственное название действительно египетской пустыни это вот на северо-западе египта есть такая равнина который буквально называется скит причем это она такая вот обширная это равнина местами заболоченное место и там очень плохая вода там очень много мошкары всякой она считалась вот эта пустыня самое трудное для проживания и там жили самые строгие аскеты которые ну как бы становились выше всего земного да и всецело душой своей обращались молитве к богу и вот там семь братьев поселяются и живут но на самом деле когда мы смотрим вот эти вот потеряковые древние именно сказания да то мы видим что путь становлению он проходил очень и очень вот непросто потому что там где вот поселяются люди тут же возникают какие-то вот нестроение какие-то там неприятности этот прошло уже много лет и преподобный пимен великий он давал такой совет то есть вот как один брат к нему пришел и говорит вот что мне делать очень чтобы обрести покой да вот когда я нахожусь в своей теле ему старец отвечает не укоряй не осуждай и никого не злословь и вот тогда ты обретешь покой то есть если ты находишься в каком-то месте но допустишь осуждение да он сказал не укоряет не осуждай и никого не злословь вот если ты будешь в душе кого-то осуждать укорять злословить то тут же поднимается рой всяких мыслей возмущение и это не даст тебе покоя да ты сам будешь страдать от своих же собственных помыслов но преподобный пимен на самом деле он очень потихоньку восходил вот тоже к этому познанию постижению потому что ну прямо скажем даже сохранились имена старшего брата и пимен не был старшим братом старшего брата звали анув или ануви а самого младшего поисии ну не путать со святым поисием великим да так вот что получилось что когда они поселились и доскид это такое уединенные там можно по двое по трое вот на некотором отдалении друг с другом и в общем получилось так что пимен вот с одним братом еще и с самым младшим с поисием а с этим поисием все время случались какие-то искушения вот он как-то их там донимал там да не давал им покоя ну и в конце концов пимен говорит другому брату давай мы оставим эту келью и уйдем пусть он один живет и вот они пошли значит по этой равнине идут а поиси выходят а те уже далеко и он начал кричать бежит за ними куда вы тему отвечает ну ты вот разоряешь наше монашеское житие они и он говорит нет вот куда пойдете вы туда и я то есть я вас не брошу и тут они понимают и пимен говорит что да все таки он невольно выводил нас из себя да то есть это просто было по искушению вражим и поэтому мы все-таки вернемся и потом мы читаем что оказывается скрывается причина вот этого недовольства оказывается поиси он стал заводить вот лишние знакомства то есть он приглашал каких-то тоже вот не очень усердных монахов которые приходили в их келью заводили разговора где лишние разговоры там и пустословия там и какие-то сплетни пересуды из-за этого такой пустынный житие их нарушалась и вот пимен однажды он никак не может совладать со своим младшим братом и он приходит за советом к ави амону почитаемый такой старец был и говорит что я вот никак не могу обрести вот покой да вот потому что младший брат вот заводит лишние знакомстве там вот эти сплетни склоки и на это ему а вам он вдруг говорит то есть он не осуждает несколько младшего брата и он говорит а ты представь что ты уже год как умер то есть тебя нет и поэтому ты не имеешь никакой никакого отношения ко всему этому но и действительно вот как преподобный пимен он принял это наставление и его отношение стало более ровным и уже ну вот эти немощи брата не вызывали в нем того прежнего негодования и доходило даже немножко до таких вот курьезов а это вот мы сейчас читаем и нам кажется что все там только вот святое оказывается немощи человеческие вот эти бытовые низины низины человеческого быта они даже там проявлялись что однажды младший брат поисий он пригласил тоже кого-то там из вот этих не очень усердных монахов нерадивых и сначала они там пустословили а потом дошло до того что они поссорились и даже немножко подрались до кровопролития ну кто-то кому-то разбил нос а пимен как ни в чем не бывало просто вот молится не обращает внимание и вот приходит старший брат ануф и он начинает упрекать именно пимена почему потому что пимен выделялся уже некоторой рассудительностью среди братьев и ануф говорит ну как же так ты вот допустил что они повели себя подобным образом а пименному совершенно спокойно отвечает что ну они братья и помириться то есть все разрешится скоро но ануф продолжает его попрекать что вот и же старше их умнее надо было как-то вмешаться и на это пимен отвечает я положил в сердце своем что меня здесь и не было что меня здесь и нет а он своим умом обращался к богу то есть бывает так действительно что вокруг там какие-то склоки конфликты и не надо думать что ты вот способен своими человеческими силами все разрешить да вот везде совать свой нос пытаться там куда-то вмешаться потом только еще больше все запутываешь иногда полезнее просто вот от сердца души помолиться господу потому что молитва привлекает божию благодать а где божия благодать там устраняется из клоки и все вот эти человеческие недопонимания уходят ну вообще конечно с вот этим младшим братом поисим там было очень много интересного однажды он нашел сосуд ну как клад и там золотые монеты златницы ну и он тут же к старшему брату а ну вы говорит что вот пимен он слишком строго с нами разговаривать все время какие-то там норово учения а давай мы с тобой пойдем и построим отдельную келью ну а ну еще не знает про эти деньги говорит ну он понимает что не нужно никуда ходить и говорит да ты знаешь нам же не на что построить келью и тут как раз вот поиси показывает этот сосуд золотыми монетами и говорит что вот вот давай ну и и ануф понимает что тут уже наступает искушение для брата и тогда он делая вид что он действительно хочет последовать его совету говорит ну давай пойдем построим и вот берет у него этот кувшин с монетами заворачивает свою одежду и вот подходит они к реке а ну в переходит первым за ним брат его поиси и где-то посреди реки а ну как будто сделал вид как будто оступился и из одежды своей выбрасывает этот сосуд ну как будто выронил случайно и тут же сам начинает горько плакать скорбеть что вот я уронил погубил это золото ну и поиси как пожалел брата начинает его успокаивать и говорит давай уже вернемся лучше обратно то есть вот такие случались курьезные случаи у них но в этом проходило такое первое духовное становление и вот преподобный пимен великий он говорил что конечно монаху да и вообще христианину прежде всего нужен такой трезвящийся ум и начало всякого греха это вот молва то есть вот а вот суета которую мы допускаем это вот рассеянность многопопечительность когда вот это надо и это надо и ум теряет духовное трезвение потом мы начинаем на кого-то раздражаться сердиться потом начинаем это выплескивать из себя а ты пойми что прежде всего для бога для бога важна наша душа наше сердце наш ум чтобы они были свободны от всего греховного поэтому обращайся к господу вот потом как-то приходил один ученик ну или мне просто еще не учеников не было у преподобных именно просто один брат и вдруг услышал где-то там вдали пение петухов и говорит отче так тут петухи где-то вот рядом есть а преподобный пимен оказывается не слышал и говорит что вот если рассеиваться то конечно там будешь слышать то и другое но для трезвящегося ума этого как бы не существует и вот мы бывает жалуемся что там вот шум здесь шум да а господь нас призывает и посреди этого шума обращаться в молитве к богу и посредством этой молитвы обрести внутреннее безмолвие потому что подлинное безмолвие это тишина наших мыслей а когда человек не обрел тишины мысли то он может допустим е выехать в какое-то самое вот пустое место где вообще никого нет и вдруг ну проходит какое-то время в человеке начинает кричать его собственные мысли до воспоминания злые какие-то пожелания и оказывается человек мучается от самого себя то есть все наше спасение созидается внутри в этом умно-сердечном делании к чему как раз вот нас и призывали такие отцы аскеты как преподобный пимен великий конечно где-то мы видим и такую может быть нам покажется чрезмерной строгостью вот когда мама их пришла к ним чтобы повидать их они увидели скорее поспешили причем мама специально подождала время когда они в храм вот монастырский пойдут они увидели скорее обратно в келье потом она келе их и анув старший брат вот говорит что делать вот и обращается к пимену но этот тогда произносит вот эти слова которые впоследствии повторялись многими другими святыми отцами что вот где ты хочешь нас увидеть или здесь на земле либо там в небесном царстве и она говорит что же я действительно смогу вас увидеть в будущей жизни и он говорит и да конечно если вот и сейчас вот потерпи что там мы сподобимся узреть друг друга и тогда она успокоилась утешилась этим что господь сподобит ее узреть их в небесном своем царстве ну конечно здесь может покажется нам что это очень достаточно жестко так но для строгих отцов аскетов это к сожалению было таким принятым правилом потому что родственные связи должны были оскудевать так как ну представим что вот мама с ними повстречалась она что будет спрашивать а как вы кушаете как вы отдыхаете не болеете ли вы и в такие простые естественные вопросы они невольно могли раз расслаблять вот этих достаточно строгих таких духовных монахов поэтому конечно такого земного родства старались отходить и ну потому что посвятили себя более высокому духовному делу не и вот так они проходили вот этот монашеский строгий путь а потом в 407 году что получилось то что на скидскую пустыню напали варвары которые разорили пустыню да и многих монахов даже убили вот в частности тогда погиб преподобный моисей мурин но кому-то удалось спастись вот семь братьев они одну одной дорогой смогли благополучно выйти и вот ушли на некоторое расстояние избежав смерти и они поселились в заброшенном языческом храме где стояла статуя идол уже никому не нужны и вот старший брат ануф он дал такой совет вот давайте мы на 6 дней разойдемся в уединенном подвиге будем пребывать и потом соберемся на седьмой день но это принадлежность такого действительно отшельнического жития когда вот почти всю неделю каждый вот отдельно а потом в седьмой день то собирается вместе на молитву и при этом старший брат ануф он преподал такой наглядный урок он каждое утро по какой-то причине значит значит бросал камни в эту статую бросал камни а вечером кланялся ей и про и спрашивал прощение ну и вот под проходит эта неделя преподобный пименс поговорит ему вот я видел что но мы видели все видеть что ты бросал значит камни в статую в этом нет ничего плохого да а потом ты кланялся ей и спрашивал прощение все-таки христианин не должен кланяться статую но а в ануф старший брат он прекрасно понимал что идол в мире ничто это слова апостола павла и он говорит я это преподал вам такой наглядный урок посмотрите когда я бросал камни в статую то она возражала мне отвечала ли она мне как-то гневно нет не отвечала да а когда я вечером кланялся ей и спрашивал прощение то как-то она смущалась превозносилась чеславилась тоже нет вот и монах должен поступать таким же образом когда тебя оскорбляют то ты вот ну как будто в статуе ты не отвечай на это но и когда тебя хвалят то тоже не принимай это к себе и вот это был такой наглядный урок тоже то есть на самом деле они поддерживали друг друга иногда такие может быть необычные образные советы давали друг другу и через это взаимно назидались и проходили духовное делание и вот они пребывали на этом месте и совершали свое уединенное делание сохранились некоторые сведения даже как они проводили время но ночью они 4 часа спали отдых был составлял в сутках только 4 часа потом они подымались на псалмопение после этого они ну да 4 часа псалмопение потом 4 часа какой-то небольшой рукодели днем тоже днем они пребывали в молитве немножко вот трудились плели допустим корзины а потом ближе к девятому часу уже собирали что-то для еды ну какие-то травы простые его старший брат а ну вот что характерно что преподобный пимин он именно уступал старшему брату хотя больше в дух в духовном смысле преуспевал именно сам святой пимин он не дерзал кого-то учить в присутствии старшего брата анова и руководителем вот этого маленькой такой общины братской был именно старший брат анув и вот он назначил одного из братьев чтобы тот приготовлял пищу и преподобный пимин впоследствии вспоминал что вот что было приготовлено то они вкушали никогда там не жаловались на то то вкусно невкусно а что-то подавалось то они и принимали потом значит сохранились также небольшие сведения насчет такого личного подвига преподобного пимина великого впоследствии уже когда он стал таким духовно возросшим отцом то ему его спрашивали вот все-таки каким должен быть позда как нужно воздерживаться и он вдруг говорит что надо вкушать пищу каждый день но умеренно так чтобы все-таки но не до пресыщения чтобы немножко вот хотелось еще еще есть но каждый день вкушать пищу а ему тогда ученик напоминает что ведь ты же вкушал пищу намного реже в молодые годы и преподобный пимин говорит да действительно я вкушал раз в три или в четыре дня иногда даже раз в неделю но потом я советовался со старцами они мне сказали что лучше все-таки вкушать раз в день но очень и очень умеренно и тогда ты избавляешься как какого-то возношения от превозношения да что у тебя особый подвиг в котором ты превосходишь всех остальных и вообще преподобный пимин великий он говорил так что все неумеренное от дьявола то есть понятно что черевогодие это неумеренность и через это ты вот поглощаешь поглощаешь это тоже как разновидность гордыни твоей самости черевогодие разновидность твоей гордыни но в том числе и когда ты пытаешься а неумеренно совершать какие-то подвиги какой-то чрезмерный пост до что поражаешь всех других до что вон какой пост никакой великий аскет да или какие-то еще подвиги берешь на себя и вот в этом неумеренность она тоже является неким дьявольским искушением потому что через это начинает подкрадываться тщеславие самомнение и ты начинаешь смотреть как бы поверх всех остальных и все вокруг говорят что вон какой великий аскет живет посреди нас и все так вокруг думают и ты сам тоже так думаю что ты превосходишь всех остальных в подвиге и вот собственно говоря она уже падение падение по подобию падшего деницы и в этом смысле преподобный пимин вот проходя уже такое ежедневное делание он все больше больше навыкал рассуждению и он всячески сторонился каких-либо похвал какого-либо известности вот именно поэтому он кстати часто сторонился даже у своих родных уже он обретал такой вот духовный авторитет и там сохранился такой случай когда один родственник уже зная что преподобный пимин он ну такой-то явно вот молитвенник он к богу постоянно обращается и у этого родственника у него сын заболел какой-то странной болезнь перекосило лицо и голова как-то в сторону повернута ну ребенок еще маленький был и он повел его с собой к келе преподобного пимина а он знал что именно вот он сторониться славы человеческой вы поймите что если начнутся исцеление до чудотворения то тогда народ просто вот вереницами все потянутся к такому старцу а преподобный пимин он поэтому считал что вот лучше сторониться всего этого пребывать именно в духовном делании потому что на самом деле это даст больше плода нежели какие-то телесные исцеления ну вот приходит этот родственник и он садится вот рядом с келью а тут как раз собираются разные там монахи вот преуспевшие старцы к преподобному пимину и он уж это конечно чуть уже такого более старшего его возраста когда он уже достаточно преуспел и ну один из старцев видит вот этого родственника печального говорит ты почему не заходишь тут потому что отец пимин он не хочет вот нас видеть ну и тогда это стали способ поступил рассудительно очень он вводит их в келью и у мальчика вот этого страждущего подводит ко всем начиная с младших и просит чтобы те его благословили вот начиная с младших все старше старше каждый его благословляет и в конце концов подводит его к преподобному пимину этот поначалу не хотел но ему говорят что ну вот очень как все так и ты и тогда он действительно помолился благословил этого отрока и он исцеляется он исцеляется пред всеми то есть было совершено такое явное чудо но сам преподобный пимин он всячески вот этого избегал чтобы ни перед кем не демонстрировать себя как чудотворцы но судя по всему родственников было достаточно много их семь братьев да еще там вся родня и вот авторитетом преподобный пимин уже стал пользоваться и как-то родственники стали просить вот за со своего какого-то дальнего родственника которого там заключили в темницу и вот они упрашивают преподобную пимина чтобы приди по ходатайству и тогда святой пимин он как рассудил что вот если я пойду это дело увенчается успехом да то тогда все время ко мне будут обращаться я утрачу пустыню утрачу единенное делание и тогда он смолился вот господи пусть не устроится это дело но и он все-таки вышел к этому правителю а тот им говорит очень ну ты же ведь просишь за разбойника да то есть действительно были какие-то реальные там преступления у того человека и преподобный пимин обрадовался что это дело не исполнилось и вернулся в пустыню а был совершенно другой случай когда уже другой правитель тоже в какой-то иной провинции он очень желал увидеться с преподобным пимином почитая его вот за старца за духоносного отца а преподобный пимин не желал этого да не желая какой-то известности вот этих постоянных посещений мирских людей и тогда тот он схватил племянника преподобного пимина заключила его в темницу ну и сестра давай значит жаловаться приходит преподобным пимину плачет вот пожалуйста приди помоги а он не это не отвечает а вот ты жестокосердный она говорит причем это все это в древних потеряках описывается он говорит разве пимин родил ребенка поэтому я пребываю здесь в пустыне молюсь богу ну и она вот его попрекает и тогда значит что правитель этот говорит ну пусть он хотя бы письмо напишет и ученики тоже говорят пусть вот преподобный пимин ты вот хотя бы напиши письмо и он тогда написал а он написал так что если вот этот юноша совершил действительно что-то вот против закона то ты поступи по закону и накажи его а если же он не виноват то тогда ты отпусти его и это будет справедливо пред взором божиим и правитель этот очень удивился и конечно же он отпустил того юношу а сам преподобный пимин он возрастал в такой вот духовно рассудительности и он очень многим преподавал духовные уроки ну например один инок спрашивает преподобного пимина говорит я нашел место очень удобное для монашеской жизни благослови мне переселиться туда на это ему преподобный пимин отвечает найди такое место и поселись там где ты не будешь вредить ближнему своему то есть на самом деле надо искать не каких-то комфортных мест вот мы думаем что там все спокойно все прекрасно и там нам никто не досадит а надо понять что это мы сами часто вредим нашим ближним рядом с которыми мы оказываемся поэтому нужно начинать себя с работы над своим сердцем и вот как он истолковывал допустим заповедь положить душу свою за друзей своих до слова господа из евангелия и она и обычно это как воду к войне да и это прекрасно но ведь далеко не все оказываются на фронте далеко не каждый может проявить такой вот воинский героизм защищая родину но мы призваны являть эту жертвенность в своей будничной бытовой жизни и преподобный пимин он говорил так вот если кто-то скажет тебе обидное слово и ты можешь что-то ответить ему да но промолчишь наоборот помолишься о нем да или если ты услышишь что кто-то тебя злословит кто-то тебе что-то скверное говорит и ты не осуждаешь его то есть ты как бы внутренне вот испытал да вот это причинение тебе этой раны но ты ради ближнего ради ближнего преодолеваешь себя и молишься господу то вот такой человек полагает душу свою за ближнего своего вот кто полагает душу за ближнего своего и это можно реализовывать на самом деле в нашей будничной жизни к нему приходили с разными вопросами на чем например спрашивали ну вот как побеждать блудные помыслы да и но не только блудные там и другие какие-то злые помыслы и на это он говорил что вот если старое белье поместить в сундук и не открывать его и не перее не пересматривать то что там лежит да то через какое-то время все это белье истлеет то есть ты старайся вот не заглядывать в подбрасываем и тебе вот эти блудные искушения в своем воображении не пересматривать их и тогда со временем они истлеют и это относится абсолютно ко всем помыслом греховным помыслом злым помыслом вот он еще так говорит что если кучу скорпионов их заключить в каком-то сосуде и оставить там то через год окажется что и они там все уже передохли поумирали вот то же самое с помыслом когда мы их не питаем да когда мы не обращаем на них внимание и для этого нужна постоянно внутренняя работа чтобы умом нашим не по помыслам скакать да а молитвой восходить ко господу и сам преподобный пимен конечно он достиг такого высокого духовного преуспеяния и вот однажды а вы исаак его ученик он был свидетелем такого созерцания духовно вот он рассказывает что однажды он находился у преподобного пимена и увидел что святой отец он пребывает в каком-то духовном восхищении и затем а вы исаак спрашивает преподобного пимена вот отче скажи где ты был в этот момент и на это им ему преподобный пимен отвечает мой ум был при кресте спасителя в тот момент когда там находилась божья матерь и плакала и я хотел бы так плакать всегда то есть преподобный пимен он как бы восхищен был своим умом созерцать голгофу он видел как божья матерь плачет перед крестом спасителя и сам преподобный пимен хочет вот стяжать такое тоже такой плач о своих собственных грехах то есть божья матерь конечно она плакала не о грехах у нее не было личных грехов а вот преподобный пимен он постоянно говорил что нам нужно стяжать плач мы должны оплакивать свои собственные грехи и вот когда мы расстанемся со своим телом и предстанем перед господом то что больше всего нас обеспокоит это вот наши грехи поэтому наши грехи и мы должны оплакивать перед господом в нашем вот духовном делании но на самом деле когда вот говорится о грехах то преподобный пимен он всегда как учил что вот ты ведь свои собственные грехи а грехи брата старайся не замечать вот как-то приходит к нему один монах и говорит что я хочу покинуть свое место потому что там живет один брат который очень соблазняет меня и мне о нем рассказал другой брат и передал вот этот ну нечто такое неподобающее и преподобный пимен ему отвечает что то что сказал тебе вот о нем другой брат это несправедливо но как же несправедливо ведь рассказавший брат он верен а преподобный пимен говорит если бы он был верен то не говорил бы зла про ближнего своего но тот продолжает свое говорит я вот сам лично видел тоже один раз соблазнительное действие некое и тогда преподобный пимен подымает вот сучок с пола своей кель и говорит, вот что это? Это вот сучок. А потом показывает он на потолок, а потолок там поддерживался бревном и говорит, а вот это вот что? Это бревно. И вот запомни, что твои грехи – это бревно, а сучок – это вот грехи брата твоего. Поэтому ты думай о своих грехах, о том своем несовершенстве, которое мешает тебе спастись, а про грехи брата просто вот забудь. И преподобный Пимен, он часто, вспоминая Евангелие, он говорил, что вот если мы покрываем согрешения ближнего нашего, то и Бог покроет наши собственные согрешения. И, конечно, строгость, она нужна только в отношении себя, а в отношении ближнего милосердия. Вот как-то приходит тоже к преподобному Пимену один кающийся человек и говорит, «Отче, я очень согрешил, если буду каяться три года, то Господь простит ли мне?» А на это ему преподобный Пимен отвечает, что вот это слишком много. Ну, тогда может быть год, и это слишком много. Ну, вот отцы заповедовали 40 дней такого жесткого покаяния, и тогда ему преподобный Пимен отвечает, что если ты действительно от сердца каешься и решил полностью расстаться со своим грехом, то Бог примет и трехдневное покаяние. То есть на самом деле не нужно думать, что там какие-то очень длительные подвиги. Ну да, бывали вот эти епитемии, отлучения на длительный срок. Но на самом деле, если человек кается пред Господом, то достаточно бывает и всего лишь трехдневного покаяния. И часто его спрашивали преподобного Пимена, «Ну, а Господь-то вот простит нам наши грехи? Вот мы то каемся, то опять грешим». И преподобный Пимен отвечал, что вот если Господь сам заповедовал своим ученикам, что вы прощаете, даже если 70 раз Седмерицу согрешит против тебя, брат, вы все равно прощаете, то, конечно же, сам он, сам Господь будет прощать, сколько бы раз мы не согрешили. Вот главное, чтобы мы пред Господом каялись. Конечно, в нашей повседневной жизни нам бывает трудно исполнить все советы святых отцов, да, но, тем не менее, нам указывается некий путь. Нам дается возможность хотя бы в чем-то вот трудиться, чтобы преодолевать свои немощи и шествовать тем путем, по которому шли святые отцы. И последнее, наверное, что мы приведем из наставления преподобного Пимена, это очень короткая его фраза, «А что такое вера?» Вот как-то пришли к нему и спросили, «А что такое вера?» И он отвечает, «Вера означает жить в осмирении и делать добро другим людям». То есть мы думаем, что вера – это какие-то просто представления о Боге умозрительные, когда ты принимаешь на веру то, чего ты не видишь, а преподобный Пимен пытается немножко с другой стороны подойти. Он хочет показать, что вера – это не просто какие-то умозрительные представления, а вера – это жизнь. И это жизнь в тех добродетелях, которые явил сам Господь Иисус Христос. А Спаситель явил пример смирения и постоянно делал добро другим людям. То есть это путь опытной такой вот добродетельной жизни, в чем да поможет нам Господь по молитвам преподобного Пимена Великого. Мы не так много знаем о его биографии, но нам открыто много из его поучений. И к этим поучениям нужно время от времени возвращаться, чтобы хотя бы чуть-чуть как-то взбадривать себя и постараться немножко пробуждать свою собственную душу. Еще самый последний. Преподобный Пимен так говорил, что три подвига равны. То есть есть, конечно, подвиг такого пустынического безмолвия, то, что монахи совершают. А есть подвиг такого нелицемерного послушания, когда, допустим, у тебя есть духовник, и вот ты его во всем слушаешься, такое абсолютное послушание. Но есть и подвиг терпеливого перенесения болезней. И на самом деле пред Богом все эти три подвига равны. И нам, наверное, не дано вот это вот. Ну, понятно, что мы не в пустынях живем, и не все мы не всегда есть возможность прийти к духовнику, да, и полное такое послушание. А вот болезни посылаются всем нам. Если мы терпеливо их переносим, о чем и завещал как раз преподобный Пимен Великий, то мы сподобляемся тех же самых духовных плодов, что и пустынники, да, и те вот послушники, которые живут в послушании у духоносных старцев. Вот, братья и сестры, с этим небольшим наставлением мы завершаем наше повествование преподобным Пименем Великом. Конечно, мы не можем исчерпать всего того духовного сокровища, которое он дарует всем, кто идет к его наставлениям. Но, тем не менее, хотя бы что-то мы можем постараться воспринять, чтобы реализовать в нашей жизни. Преподобный Отче наш Пимене, моли Бога о нас!